Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили. И сегодня мы с вами будем кушать! Значит, у нас здесь пицца. Немножко осталось запеченных роллов. Их тоже я решила умять тут. Я просто в шоке от этой пиццы. Она супер тонкая. Вот. Покупала я ее в Доминус. И вы знаете, она мне совершенно не понравилась. Во-первых, она обгорела по кругу. Вы видели в инстаграме. Во-вторых, она очень-очень тонкая. Я никогда не брала у Доминус супер тонкую пиццу. Но если вы тоже не брали, то не берите. Не очень вкусно, и честно. Хотя стоит она так же, как и со средним тестом. Края обгорели какая-то она, знаете, как будто хлебцы кушаешь. А не пиццу. А еще я решила открыть как раз-таки вот этот вот напиток, который я вам показывал во влоге или в инстаграме. В общем, где-то показывал вам. Я думала, вот сейчас панки буду кушать. Буду пить. Оказалось, это настоящее шампанское. А я спиртные напитки не очень люблю. Точнее, вообще не люблю. По пальцам можно пересчитать, сколько я прям пила спиртные напитки. И тут, знаете, дело не в том, что я как бы плохо отношусь к спиртным напиткам. Я близка к религии. Нет. Просто мне не в кайф. То есть я пью. И совершенно не получаю от этого никакого удовольствия. Даже вот пиво. Пробовала раза два где-то. Но каждый раз понимала, что совершенно не мое. И не понимаю людей, которым в кайф выпивать. То же самое курение. Два раза попробовала сигарету. Чуть не задохнулась. Поняла, что это не мое вообще. И слава богу. Например, люди, которые курят, сколько они денег тратят на сигареты. Просто на то, чтобы убить свой организм. У меня брат, курильщик со стажем. Прям с самого детства. С пеленок курит, так скажем. Но сейчас он бросил. И поправился. И гораздо лучше себя чувствует. Когда не курит. Когда я училась где-то в седьмом классе. Было просто модно курить. То есть девчонки начинали курить просто потому. Что это выглядело как-то круто. Типа я уже взрослая. Я даже курю. Я такая плохая девочка. И так далее. А те, кто хорошо учится. Это наоборот лохушки. Так вот, скажу вам так. Вот эти девочки, которые строились. Таких, знаете, чекуль. Я видела в ВКонтакте. Их жизнь. И она сильно отличается от тех, кто хорошо учился. То есть если вы думаете, что вот эти чекули потом раз и вышли замуж за олигарха. Жизнь прекрасна. Возможно так бывает, да. Но поверьте мне, не всегда. И в большинстве случаев у нас была девочка в классе. Она тоже курила, пила. И считала, что это круто. Сейчас двое детей. По-моему, даже в девятом классе она уже забеременела и родила. Дети это прекрасно. Я бы сама очень хотела бы ребенка. Но, мне кажется, о детях нужно задумываться тогда, когда у тебя есть какая-то почва. когда ты можешь что-то им дать. Я, например, не против детей. Абсолютно. То есть есть вот это движение Child Free. И мне это вообще не близко. Я просто умиляюсь над инстаграмом Оксаны Самойловой. И слава богу, что они помирились. Вообще, Оксана Самойлова одна из моих любимых блогеров. Мне нравятся блогеры, которые берут аудиторию не просто своими голыми фотографиями, так скажем, да. Если вы помните, года 3, может, 4 назад было очень модно выставлять фотографии полуголые. Даже не 4, наверное, больше. Диана Мэллисон в то время была прям супер популярная. Света Белялова. Эти девочки просто выставляли фотографии в купальниках полуголые. И набирали аудиторию. Сейчас мне кажется, в инстаграме, вообще в блогинге ситуация поменялась. Сейчас просто своим голым телом никого не удивишь. Да и не интересно никому же. Пару озабоченных каких-то мужиков и все. сейчас модно такие, как Карина Кросс. Мне она очень нравится. Ее юмор, самоирония. Может, просто я не видела, но я никогда не видела фотографию Карина Кросс в Белял. Это как Билли Алиш, там она берет чем-то другим. например, Виагра они берут просто тем, что они показывают свое тело и это потихоньку перестает быть модным. Как еще их называли поющие трусы? Ужас. Я бы никогда не смогла участвовать в группе как Виагра, например. Не потому, что я считаю это плохо, просто это не мое. Вот меня, кстати, часто спрашивают, почему я не сотрудничаю с местными блогерами, с азербайджанскими. У меня уже большая аудитория, почему бы с ними не делать коллаборации. Так вот, просто не все они близки мне по формату. я боюсь, что я, например, сниму видео и мои подписчики просто разочаруются во мне, потому, что у нас здесь есть такие блогеры, которых постоянно хают, постоянно обливают грязью, что фу, какой ужас, позор и так далее. То есть подписчики подписчиками, а репутацию тоже надо хранить. Поэтому с некоторыми именно из-за таких причин я не сотрудничаю. Мне очень нравится Ольга Бузова, мне очень нравится Карина Кросс. Я прям совсем знаю таких звезд. Особенно Карина. Я спустилась вниз, купила ключик от лифта. У нас лифт теперь не будет работать, если вы не платите коммунальные услуги. Как-то так. Айк, ответь пожалуйста на вопрос может ли ты снять видео с подписчицей, которой 12 лет. Девочки, дело в том, что например приходит девочка в 12 лет а приходит со своими родителями. кто-то должен сидеть с ее мамой пока например мы снимаем это видео. Моей мамы сейчас нету дома. Это немножко неудобно. Мы можем снять видео, а завтра например ее маме может это не понравится. Все таки ребенок это есть ребенок. Понимаете? последний раз когда ко мне приходили мои подписчицы вместе с ними еще пришла их мама и еще брат. Для меня это был сюрприз. Я даже не знала, что они придут с мамой и с братом. Если я знала, я подготовила что-то вкусненькое к столу им тоже. это немного неудобно в том плане, что сейчас нету мамы например. Если ребенку 12 лет, то скорее всего она придет с папой и мамой. И в конце им может что-то не понравиться, поэтому лучше всего выбирать взрослых подписец. В общем, как-то так было очень вкусно. Я прям наелась до 100. На этом все. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всем желаю удачного дня. Всем пока.